Здравствуйте, друзья! Продолжаем работать с джипом Renegade 2017 год, американец. И сегодня я планирую в этой серии установить частично, сколько успею, конечно, насколько это продлится, подкапотку. Продолжаем работать с подкапотка. В прошлых видео мы установили редуктор, клапан газа, обогрев редуктора, фильтры и все прочее. Установили баллон. Если кому интересно, смотрите в прошлых видео. Реально там интересно. Машина неординарная. И сегодня мы займемся установкой газобаллонки. Электроника у нас 100 Q-Box+. Вот такая вот схема идет к этому Q-Box. По схеме, в принципе, все понятно. Все как всегда. Вот здесь у нас редуктор, фильтр тонкой очистки, форсунки, рампа, PS04. Датчики клапана газа, датчики уровня газа, зажигание, кнопка, датчики уровня, лямбда-зонды, подключение к компьютеру, OBD-коррекция, зажигание. И новые разъемы для Toyota, для Renault. Это Fuel Level Emulator. Что это значит? Это датчики уровня топлива. У кого установлены в автомобилях, и они начинают там с газом конфликтовать. Вот когда это происходит, тогда надо подключать эти провода. И выход AUX 12-вольтовый. Это совсем свежая функция. Эту функцию можно запрограммировать на 12 вольт, по-моему, 15 ампер. Любую функцию, которая вам необходима. То есть, либо это клапан газа, либо какой-то выключатель, переключатель и так далее. Ну что ж, по монтажу. В принципе, я уже говорил в прошлых видео. Будем монтировать блок управления вот сюда, в эту функциональную нишу. Хотел я запилить это управление вот сюда, под ящичек этот. Но здесь, к сожалению, места не так много. А если есть, то здесь сыро и грязно. И вот сюда тоже это дело не получится поставить. Потому что здесь ходят рычаги стеклоочистителя. И как-то оно мне все это здесь вот сюда, я думал его поставить. Но здесь стойка, здесь есть какие-то уже провода. И это будет не совсем корректно сюда устанавливать блок управления. Поэтому установим его сюда, растянем, раскидаем сейчас проводку. Ну что, продолжаем работать. Добавить, что вот к блоку управления идет вот такой вот моток проводов, с которым нам предстоит разобраться. Продолжаем работать, ребята. Закрепил я блок управления на винты М4. Посверлил. Вот так получилось на резьбовой герметик. Петлей пойдет вниз. Петлей пойдет вниз от блока управления. Жгут блока управления. И уже раскидал я провода. Да, значит, диагностическая колодка. В эту сторону пошли у нас провода синие с черным. И белый, красный, черный. Это уровень газа. Значит, на эту сторону я пока отбросил фиолетовый. Фиолетовый с черным фиолетовый. Парные. Это лямбда зонды. Надеюсь, они не понадобятся. Вот эти провода, это датчики уровня газа AUX аварийный. Резервный, правильно говорить. Значит, на эту сторону пойдет управление кнопки газа. Кнопки газа и ОБД. Диагностика. Сюда, на эту сторону, уйдет жгут. Ушел жгут. Это жгут форсунок. Раз. Это форсунки. Раз. Далее идет PS04. Питание плюс И. И еще один датчик температуры газа. И сигнал оборотов. Все. Вот так это все страшно, паудино выглядит. Начинаем потихоньку причесывать проводку. Итак. Тут провода обрезал. Коммутировал. Все собираем на обжимки. Никакой пайки. В автотранспорте пайка не допускается. Это я вам, как инженер, со всей ответственностью говорю. Собираю на вот такие вот обжимки. Все оставлю на клеевую термоусадку. Работа продолжается. Значит, клапан красиво подключился. Пошла сюда проводка к жуту центральному блоку управления. Дальше отошла гофра. В ней два провода. Пошла за редуктором. За редуктором пошел датчик температуры. Увязался на вот этот жгут. Кольцом компенсационным. И дальше с колечком подключился наш PS04. Это все пошла одна гофрочка. Так, значит, теперь будем делать форсунки. И что? И протяжку в салон. Провода, которые идут на ОБД. И провода, которые идут на коммутационную кнопочку. Значит, они смотались вместе с жгутом питания. Но смотались не до конца. Смотались вот такую тряпичную, износостойкую на трение изоленту. Тут они в гофре. И будут заложены за тепло-шумоизоляцию. Вот сюда. И выйдут они вот здесь. Выйдут они вот здесь. Питание пойдет на реле. Соответственно, на блок реле предохранителей. А салонный провод пойдет вниз. Вот туда. Наверное, это будет там. Или вот там. Ну, еще не решил. Короче, как-то так. Протянул питание. Значит, получается следующее. Вот пришел провод. Один из них, проводок, пошел вниз, в салон. Второй пошел сюда на плюс. Сразу на плюс. Прикрученный на плюс. Все прекрасно. Предохранитель пошел вниз. Пошел вниз, изолируемый. И закрутился на массу кузова. Поставил я по старой традиции двойные клеммы. На всякий случай. Пришлось удлинить этот провод. Ну, на 150-200 миллиметров. Хотел сюда подцепить, но это неправильно. Потому что, если бы хозяин снимал массу, все равно масса бы была на газобаллонке. Это неправильно. Теперь при снятии массы у нас масса отключается полностью. Посмотрим, куда изошли в салон. Проход в салон. Видим педаль тормоза. Педаль газа. Вот у нас здесь, где классически должна быть установлена педаль сцепления. Вот здесь проход есть и резиновая заглушка. Просечкой на 10 пробиваем отверстие. Этот жгут у нас 11 миллиметров. И заводим сюда провод. Сюда зашел у нас ОБД. Сюда зашло у нас питание, управление питания и кнопка газ-бензин. Также я разобрал уже жгут проводов, которые идут на форсунки. И сейчас будем искать управляющие оборотов. Обороты я таки буду делать. Буду подключать коричневый провод. Вот этот коричневый провод я подключать не буду. Буду, вернее, не буду его отключать программно. Сделаем по классике, чтобы работало постоянно. Плюс разобрал жгут под управление форсунками. Там есть один маленький нюанс, о котором расскажу позже. Сейчас разбираю жгут управления катушками. И работаем дальше. Разобрал жгут катушек. Здесь все просто. Сигнальный провод это синий с серым. Буду брать с первой катушки, потому что здесь удобно расположиться в этом диапазоне. Вот этот провод будем цеплять коричневый провод с газобаллонки. Далее, снял изоляцию с жгута подключения сигнальных проводов бензиновых форсунок с газового мозга. Вот так вот я их подписал, пронумеровал. Далее, какой будет секрет, ребята, переносимся. Ну, не секрет, а нюанс. Значит, так как здесь форсунки на Jeep Renegade высокоомные, бензиновые, значит, необходимо сделать такой небольшой нюанс. Вооружаемся вот такими вот резисторами 5 Вт 47 Ом. И вот в местах разреза провода, провода, сигнального провода бензиновой форсунки, мы устанавливаем с вами резистор. Резистор 5 Ом 47 Вт. 47 Ом 5 Вт, господи. Вот, то есть вот в этом месте, в месте разреза, на месте разреза мы ставим с вами резистор. Это нужно для того, чтобы блок управления видел большое сопротивление по форсункам и не давал ошибок. Вот, сейчас мы это реализуем и покажу, как это все выглядит на автомобиле. Резать будем, кстати, вот в этой зоне все. Вот здесь я понаходил. Вот это у нас разъемы форсунок бензиновых с красным флажком. И вот здесь вот мы будем это все понахать и резать. На моменте сопротивления остановлюсь поподробнее. Вот так вот это все выглядит. Законченная конструкция. Значит, что мы делаем? У нас приходит два провода от газового мозга. С черной полоской идет на электронный блок бензиновый, а чистый цвет идет на разъем форсунки. Вот у нас разъем форсунки. Это понятно. Далее, в месте разреза, как я уже сказал, вот где ножнички нарисованы, там мы устанавливаем резистор. Вот резистор у нас там установлен. Надеваем клеевой основе термоусадку на эту сторону, на эту и на резистор, чтобы он нас керамическим основанием не перетирал проводку. Далее, вот это полуфабрикат. Смотрим. Вот пошел провод на бензиновую форсунку. Вот пришел провод на бензиновую форсунку с газовым мозгом. Мы его рассекая, ставим в месте разреза резистор. Далее, чистый цвет с газового мозга у нас пошел на форсунку. С черной полоской пошел на блок управления двигателем. И так делаем еще четыре раза. Еще два осталось. Вот она третья форсунка. Резистор, разрезанный провод с форсунки, который приходит с ЭБУ блока управления двигателя. Форсунка пошел на форсунку. В этом месте разрезаем, ставим резистор. Этот провод пришел газового блока без полоски. Этот с полоской. Заканчивается работа с проводочкой. Вот так получился жгут. Вот так получился жгут. Сейчас еще замотаю переходы. Вот эти треугольники, проходы. И здесь вот приведу в порядок, причешу кусок проводки. Но в принципе получается неплохо. Вот видно резисторы. В случае чего, легко обнаружить, легко найти. Теперь сигнал. Сигнал буду брать с первой катушки. С первой катушки. Здесь понятно два провода. Вот все провода коричневый с желтым все одинаковые. Это не те, которые нам надо. Нам нужны провода, которые все разного цвета. Это будут сигнальные провода. Вот на первый цилиндр первой катушки ставлю на обжимку провод. Значит, не разрезая его, цельный наматываю как бы паразитками. Ну так, причёсываем проводку и работаем дальше. Промежуточный этап. Гофра уложена. Всё это сведётся сюда в большой жгут. Остался единственный разъём. Это разъём форсунок. Вот разъём форсунок. Сейчас мы их подключим и приведём там всё в порядок. Здесь все клапана, электрогидроклапана, форсунки подключены. Все подключены. Все замочки закрыты. Всё хорошо. Всё отлично. Вот так вот это всё получилось. Тут ещё, напоминаю, у нас короб лежит. Такой же короб, как здесь. Эта проводочка тоже уже лежит на своих местах. Катушки подключены. Сейчас сюда миллиард стяжек. По заводу сделаем. Боже, завод. Такой колхоз. Короче, и делаем красоту. Так, заключительные этапы работы. Уже тут всё так причёсано. Красиво. Как по мне, всё по феншу. И вот это, ребята, колхоз. Вот этот вот. Это я специально не обрёс, чтобы вы понимали, как сделано по заводу. Это реально заводские места под установки стяжных лент. Значит, установил короб. Установил жгут подключения форсунок. Форсунки подключены. Наши форсунки. Всё в тропичной изоленте. Термостойкой, износостойкой. Здесь идёт у нас изолента. Здесь пошла гофра. Гофра идёт в жгут. Вот жгут у нас соединился в единый уже жгутяру такую. Жгутяру. Ну, что же мы хотим. Тут столько всё соединяется. Дианостическую колодочку подвязал на этот разъёмчик, чтобы не сверлить ни где дырок. Сюда он не влазит. Значит, что ещё? Что ещё? Здесь всё перемотано. Здесь всё закреплено. Сейчас затягиваем стяжки, обрезаем. Ставим трубу впуска. Ставим трубу впуска. Ставим вот эти вот все приколы, которые я поснимал ранее. Ставим фильтр воздушный. Ставим, кстати, предохранитель. И будем заводить. Установил воздушный фильтр. Встал он без проблем. Встал он без проблем. Поставил трубу впуска. Постал трубу впуска. Вот так оно всё выглядит. Единственное нюанс. Не становится она здесь на своё место. Прошиб я, честно говоря... Ну, есть как есть. Прошиб я, честно говоря, вот там размерчик. Но рампа не даёт сесть в трубе полностью. Но это не проблема, потому как здесь кругом она в зазорах. Там редуктору она не мешает. Проводке не мешает. На дроссельную заслонку наделась нормально. Надели все разъёмчики. Прикрутили воздушный фильтр. Сейчас будем заливать антифриз. И подключим баллон окончательно. С подключением баллона, в принципе, всё понятно. Вот наш баллон. Сидит как вкопанный. Значит, что здесь мы видим? Тут мы установили катушку. Катушку клапана электро. Здесь две мамы. Здесь датчик уровня газа. И здесь, соответственно, подключен наша проводочка к проводке газобаллонной установки. Тут всё просто. Белый на белый, красный на красный, чёрный на чёрный. Никаких, в принципе, здесь нюансов нет. Всё, вот так вот красиво всё получается. Сейчас установим кнопочку ещё. Про кнопку-то я забыл совсем. Дальше, наверное, я не буду это видео растягивать, дабы не было оно очень длинным. Но, в принципе, вот когда ставишь вот так вот крышечку, вот такой вот внешний вид получается у двигателя. По-моему, красиво, эстетично, технично правильно и безопасно. Что немаловажно. Компоновка, в принципе, красивая. Мне нравится. Кому не нравится, пишите в комментариях. Поговорим, обсудим. Вот, в следующем видео монтируем кнопку в салоне. Вот. И будем заводить, ехать делать первую заправку. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем комментировать. Поддерживайте проект. Всего хорошего. Не ломайтесь. Пока-пока. Пока-пока.